Легион, Гладиатор, Булат, Страйкер, представители самых знаменитых боевых клубов Владивостока и Приморского края сошлись в чемпионате и первенстве города по ММА. 38 спортсменов из 8 сообществ встретились на ринге с целью не только завоевать личные и командные награды, но и посмотреть на уровень свежеиспеченных бойцов. Сегодняшний турнир по сути это стартовая площадка для многих бойцов, которые в дальнейшем хотят себя подказать на более высоком уровне на других турнирах, в том числе международных. Формат турнира специально был сделан открытым, именно поэтому бои в ринге были в какой-то мере непредсказуемыми. Зрители активно поддерживали спортсменов двух возрастных категорий, это старшие юноши и взрослые от 18 лет и старше. Несмотря на то, что на ринге встречались новички, доминирования одних команд над другим избежать не удалось. Абсолютным лидером чемпионата стал коллектив знаменитого клуба «Гладиатор», а его президент и опытный боец Джамал Курбанов между тем отметил, что ожидал намного большего количества участников. Хотелось бы сказать всем, кто занимается ММА, занимайтесь не просто для селфи в Инстаграм, как это многие сейчас делают. Вроде бы залы полные, а на соревнованиях никого нет. Хотелось бы, чтобы ребята хоть как-то себя попробовали на ринге, хотя бы на уровне чемпионата города. К небольшому количеству бойцов добавился тот факт, что из семи весовых категорий среди мужчин финала состоялись только в трех. В остальных четырех бои были отменены ввиду снятия спортсменов из-за травм. На ринге все сражались в полную силу, в сборную города хотелось каждому. Ну уровень разный был на самом деле. То есть были ребята, кто только перешел с юниоров попробовать себя среди взрослых. Были те, кто вообще первый раз по этому виду спорта участвовал. Это радует, кстати. Раньше как-то неактивно приходили, особенно из ударных видов спорта. Самым изнурительным и непредсказуемым стал финальный поединок в категории 61 килограмм. В нем победителя выявили только после двух пяти минуток и одного экстра раунда. Им стал Анвар Абуталимов. В весе до 84 килограммов первое место занял воспитанник гладиатора Антон Манкевич. А в финале весовой категории до 93 килограммов победа досталась представителю клуба «Булат» Николаю Асокину, у которого, в отличие от большинства других спортсменов, опыта оказалось побольше. Для меня это больше как обкатка перед профессиональным боем, который у меня состоится в ближайшее время. Пока еще неизвестно. Месяц-полтора подгодается. Надо просто на любительских соревнованиях, скажем так, обкататься. Ребята, кто выступает, меня поймут, о чем я. На церемонии награждения чемпионам и призерам вручили медали и призы в различных номинациях. В командном зачете кубок за первое место достался спортивному клубу «Гладиатор». Второе место занял «Булат» бронза «Уберсерка». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.